Всем привет, меня зовут Аскар и с вами канал IT Verdict. С каждым годом технологии меняются все более и более быстрыми темпами и, что немаловажно, становятся более доступными для потребителя. Например, сейчас вы практически без проблем можете купить тот же 3D принтер, например, и дать волю своей фантазии или же вообще делать модельки на заказ. К технологиям, ставшим доступными за последнее время, можно также отнести и устройство для нанесения лазерной гравировки. Именно о подобном устройстве и пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Оно называется SuperCarver и прислал мне его на обзор магазин TomTop. Ссылка на покупку устройства будет естественно в описании к видео и также там будет ссылка на наш магазин, о котором я как всегда расскажу в конце видео. Итак, начнем с внешнего вида и с того, как устройство работает. Само устройство состоит из металлического каркаса, кнопки отключения и кнопки управления положением лазера и платформы. Сама платформа находится в нижней части и на нее с помощью удобных резиночек крепится объект, на который будет нанесена гравировка. На боковой стенке расположен вентилятор, а наверху также на движущемся элементе расположен сам лазер. На данном этапе самые внимательные зрители уже догадались о самом главном недостатке данного устройства. Да, это ограничение в размере гравировки. Так как у нас каркас состоит из четырех вертикальных стоек, то как бы вы не пытались сделать гравировку на крупном объекте, если он не сгибается или не меняет форму, вы никак не поместите его между этими стойками. Данная конструкция поставляется вместе с программным обеспечением на флешке и лазером, насаженным на радиатор, который вы сами должны прикрепить. Это совсем несложно и в комплекте лежит специальная маленькая отверточка для этого. В комплект также входят специальные очки для защиты от лазера, естественная инструкция, блок питания с переходником, провод для присоединения к компьютеру, а также несколько листков плотного картона и дощечек для того, чтобы вы смогли протестировать ваш гравировальный аппарат. Почему лазер не прикреплен к подвижному элементу сразу? Это скорее всего сделано из соображений безопасности и более удобной транспортировки. Сам лазер имеет мощность 1000 милливатт и не предназначен для гравировки по металлу. Я это проверил лично, пытаясь сделать гравировку на своем трофейном процессоре Атлон. Как видите, на нем не осталось даже легкого следа. Однако, что касается плотной бумаги, картона, пластика, кожи и прочих подобных материалов, то с ними устройство не возникает абсолютно никаких проблем. И сразу о программном обеспечении. Оно идет в комплекте и вполне функционально для устройства такого уровня. Помимо верхней строчки меню с возможностями выбора файла, реконекта, перезагрузки, настроек, тут есть очень даже интересные возможности. Во-первых, слева у нас располагается фактический лог действий, которые предприняты в данном сеансе, в котором отображены как инструменты, которые мы использовали, так и координаты лазера. Ниже располагается информация о статусе устройства. В основном меню у нас есть кнопки отмены последнего действия, приближение и отдаление картинки, ее поворот, очистка рабочей области и инверсия. Также есть возможность карандашом нарисовать дополнительные линии, использовать ластик или же добавить текст. Далее расположены две кнопки для выбора количества проходов и кнопка прицела, с помощью которой вы можете определиться, где именно находится та или иная часть изображения и где она будет выгравирована. В центре находится рабочая зона, в которую мы можем простым перетаскиванием добавить любое изображение, а правее находится блок управления непосредственно самим процессом гравировки. Первая кнопка показывает область, на которой будет проводиться гравировка, чтобы вы могли визуально определить, правильно ли расположен объект. Вторая кнопка выставляет лазер в том месте, где будет находиться центр области нанесения гравировки. Ниже расположена навигация для управления положением лазера либо платформы и с их помощью вы можете поменять расположение области, в которой будет проводиться гравировка. Далее находится кнопка паузы и она здесь необходима, поскольку по инструкции каждые 25 минут устройство должно отключаться, во избежание перегрева. Кнопка ниже запускает процесс гравировки заново. По центру экрана в рабочей области вы можете наблюдать, на каком этапе сейчас находится процесс. А самый нижний ползунок задает время, сколько лазер находится на точке перед смещением, то есть по сути время выжигания одной точки. Соответственно, для более глубокого выжигания на плотных поверхностях можно это время повысить, а для тонких изделий наоборот понизить. Теперь я покажу вам несколько примеров того, как устройство работает. Как вы видите, очень многое зависит от поверхности и правильно подобранных настроек. Где-то гравировка ложится хорошо и выглядит очень здорово, а где-то из-за плавления происходят такие вещи, как с этим картридером. Но тут нужно учесть, что это проблема именно материала, а не самого лазера, поскольку сам лазер работает исправно. В идеале перед тем, как нанести гравировку, лучше откалибровать данное устройство на аналогичном материале, чтобы при уже чистовом варианте гравировки добиться максимально хорошего результата. В общем, вот такое интересное устройство, которому можно, несомненно, найти применение, приложив немного фантазии. Да, у него, безусловно, есть два недостатка, о которых я уже говорил. Это то, что в его рабочую область нельзя поместить крупногабаритный какой-либо предмет, и второй недостаток то, что нельзя сделать гравировку по металлу. Но устройство у нас стоит всего 5000 рублей, и ждать от него каких-то чудес, естественно, не стоит. А сейчас небольшая вставка. Дело в том, что первое устройство, которое пришло мне на обзор, меня подвело, и мне пришлось ждать новый сэмпл для того, чтобы доснять это видео. Все дело в том, что примерно через неделю после тестирования, прямо во время съемок выпуска, устройство перестало отвечать на всякие запросы, лазер перестал светить, и устройство перестало функционировать нормально. Так как времени разбираться в проблеме у меня самого не было, я отдал устройство на диагностику, и, как оказалось, на плате полетела одна из микросхем. Вызвано это было скорее всего либо резким перепадом напряжения, либо резким отключением от сети прямо во время работы, что категорически противопоказано по инструкции. После поиска информации по данному устройству и чтению отзывов, оказалось, что сталкивался с этой проблемой, похоже, лишь я один. Новое устройство, которое пришло ко мне, чтобы я доснял видео, уже не обладало никакими дефектами, оно работало себе вполне нормально, имело обновленное программное обеспечение, и в случае с предыдущим устройством это был, скорее всего, единичный брак. В любом случае, я советую очень бережно к нему относиться, не подвергать перепадам напряжения, не выдергивать из сети и давать почаще ему отдыхать в процессе работы. В любом случае, надеюсь, что выпуск окажется для вас интересным, а так как я не видел каких-либо подробных обзоров на данное устройство, то, надеюсь, выпуск будет еще и полезным. В ближайшее время мне должно прийти достаточно много материала для следующих выпусков, и поэтому я постараюсь выпускать следующие видео как можно чаще. Поэтому подписывайтесь на канал, оценивайте видео, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и увидимся в следующих выпусках. Спасибо за внимание, с вами был канал IT Verdict. Пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке! Субтитры сделал DimaTorzok